Всем привет! Вы на канале Наша Жест в Америке. Нью-Лайф и Смайлайф. Сегодня у нас кулинарный поединок. Мы соревнуем, кто лучше приготовит, кто лучше запишет. Мы делаем торт шоколадный, пропитанный пенником и покрытый шоколадным блюзом. Переходим к ингредиентам. Так, значит мы берем вот такие смеси. Нам понадобится форма, 1 третья часть масла, 1 яйцо, 1 третья часть воды. Но за 5 лет опыта... Все нормально, только не будешь. Итак, у нас сработал будильничек и мы достаем наш последний. Мы вначале отключаем в духовочку, а то у меня было такой один раз, что я протопила домик с помощью духовки. Но это было зимой, это было на руку. Это было на руку, да? Да. Вот, он получился вот так. Но ему надо опять остыть, дать 5 минут, да? Ну, 5-6 минуточек. И потом мы вот это вот, мы сейчас... А мы, наверное, прямо сейчас пропитаем его, да? Да. Я уже пропитался. Сейчас я покажу еще. Сережа, пока я буду брать пропитку, сюда покажу вот этот шоколадик. А вот шоколадик. Вот шоколадик, молодец. Нет, ну... Ну, вот его внутренний факт, вот его ингредиенты. В общем, этот шоколадик мы покупаем... Подожди, ты уже коньяк смешала? Зай, ну, конечно. Только что ты мне рассказала? Зай, ну, я уже всем рассказала, что после того, как у вас закипит вода, вы добавляете туда сахар. После этого сахар варите с водичкой примерно, ну... Ну, хорошо, 5 минут лучше, пускай это будет. 5 минуточек. После того, как он проварился, остывает до комнатной температуры, не надо сразу в горячее лить этот самый... Коньяк. Коньяк. А то испортится. Я не знаю, почему не надо. Ну, испортится. Ну, не надо, короче. Есть какие-то вещи, которые я знаю, которые просто не надо делать. Вот. И что потом? Кстати, если вы будете делать в свой тортик, в свой пирожок крем очень срадкий, да, то можно сахара и поменьше ложить. Это же не обязательно столько. Но любители. Коньячка можно побольше добавить. Тоже на любителей. Ну, в общем, чего вы от торта ожидаете? Закуску или выпивку? Или десерт? В зависимости от этого добавляется, так сказать, количество коньяка. Я соблюдаю вот такие пропорции, как я вам уже говорила. Ну, опять же, это все на грозу. Потому что, ну, я... Не, ну, подожди. Сахар и коньяк мы отмерили четко. 70 грамм коньяка, 100 грамм сахара. Занька, ну, я говорю про то, что сейчас я еще добавлю... Аккуратно пропитывает, очень много на тарелку проливается. Да ты же слышишь, пожалуйста, переживайте. Я столько не слежу. Так, подожди, ты что, только один коржик пропитываешь? Нет, вот этот верхний, он у нас получился чуть-чуть больше, да? И мы его разрежем, чтобы пропитаем шоколадик. Да. Нет, мы его пропитаем тоже коньячком. Так, вот, у него уже пластичье. Ну что, да. Я сюда еще хочу добавить шоколадного сиропа. Так, может, он немножко пускай постоит, давай подадим ему постоять. Я обычно не даю постоять. Кот, вообще-то я тоже готовлю. Ну, просто я уже сейчас так понимаю, что я тоже начал готовиться. А вообще, Сереженька, это неправильно. На твой день рождения торт надо готовить без тебя. Но я завтра на работе. И вообще, чтобы торт хорошо пропитался, лучше ему заранее. Ты будешь без меня его украшать. Да? Ну, свечками. А, ну, да. Это дети будут делать. Уже очередь забита, знаешь, зависит. Все. И сейчас, когда остынет наш верхний слой, мы его достанем, разрежем пополам. Вторую часть тоже пропитаем. Сложим. И потом будем делать сахарную глазурь. И заливать сверху. И украсим, раз уж у нас орехово-шоколадный, то грецкими орехами. И пеканом. Я хочу и пеканом тоже. Странный ты какой-то. Ну, пошли остывать. Достаем. Этот вообще легко достался. Контрольное отрывывание. И да, я знаю, что я иногда неправильно держу нож. Я специально его держу неправильно, потому что, ну, как это сказать, чтобы не прорезать, как бы, его. Зай, ну, этот мы должны вместе достать, потому что моя цель была вот этой стороной сюда положить, понимаешь? Так, скинь его на эту тарелку, потом накрой тарелкой и переверни. Так будет целью. Потому что... Ну, такое ощущение, как будто ты, блин... Я хочу помочь, но не хочу. Как говорит Антоша. Вот так аккуратненько. А, все, все пропало. Нет, аккуратно. Он развалился. Он послушивал тебя зайкой. Ну, ничего страшного. Мы не будем его вырезать, зай, просто промажешься. Просто мы уже ничего с ним не сможем сделать. Будем делать не просто с ним это. Будем делать это с ним не просто. Ай, кот, ты подвел всю нашу компанию. Да, зай, я ничего не подвел, все хорошо. А, какой он вкусный. Вот отсюда ешь, видите, что там осталось. Так, ну ладно, все тогда. Что я делаю? Мы его. Мы меняем планы, мажем просто середину. А его аккуратно лопаткой переворачиваем и плюхаем на намазку. Ой, кот, без тебя как-то у меня лучше получалось. Все, больше тебя на это делаю не будет. Будешь Антошкой снимать. Скотарик. Сейчас шоколадиком. Я, наверное, все-таки шоколадика еще сюда добавлю. И этот мы просто заездим, его начнем пропитывать. Да, он уже мокренький, мы его сюда не переложим. Поэтому мы им просто накроем и пойдем делать шоколадную газу. А коньячком тоже не будем? За не получится. Мы можем его пополнить чуть-чуть сверху. Короче, этот шоколадин. Хорошенько шоколад, много не бывает. Кот, ты лучше всех все разбираешься. Может, ты сам себе приготовишь? Да я еще пару таких фильмов сниму. А, кстати, себе на день рождения никогда торт не готовлю. Себе на день рождения мы купим наполеон. Так подожди, не будем мазать? Не будем мазать. Ты видишь, что он развалится? Может, давай его разрежем просто на четыре части и каждую четвертую потихоньку аккуратно положим. Потом все равно это все заглазируется и видно не будет. Сделаем ему операцию. Нет, я большую ропатку возьму. За. Все, как вы хотите, с меня мой фиг, вы будете помогать. Ну все, делаем операцию торта. Подожди. В общем, операция прошла. Почти успешно. Сложили из трех кусков и начинаем пропитку. Да потому что котик нечего надо мной сидеть. Иди занимайся. Так я же над тобой стоял. Ну, тем более, иди тогда. Занимайся своими делами. Ну, в общем, как сказала Марина, торт называется «Графские развалины». Такой торт был в Беларуси. Почему бы, так сказать, не вспомнить? Слушай, я думаю, такой торт был в постсоветском пространстве, а не в Кимене. В Беларуси. Но мы жили в Беларуси. Ну, я за всех. Такой торт был в постсоветском пространстве, а не в Беларуси. В Беларуси это и есть в постсоветском пространстве. Я имею в виду, что и на Украине, скорее всего, такой торт есть и знают, как готовить. Ну, наверняка, да. Ой, как я обожаю смотреть работы парня из Казахстана, которые делают торты. Он делает их из, ну, торты с каким-то основанием. Но он их делает мастикой. Правильно он называется мастикой? Ну, в общем, он их делает такие красивые замки, выстраивает. Я прямо его фанат. А у нас есть подписчик Жорик Вартанов, который работает кулинаром. Сейчас, наверное, смотрит и думает, что за дилистанты. Жорик, вам привет. Пишите, как у нас получается. Жорик, вы кондитер, а я вот по другой части больше специализируюсь. Поэтому, если когда-нибудь мы с вами встретимся, я вас обещаю угостить своей фирменной картошкой с грибами. Вот, и с кулачкой тоже. Блин, а драниками с мясом какого-то знамени. Ну, и драниками с мясом. Ну, мне кажется, мое фирменное блюдо это все-таки... Ну, мне кажется, твое фирменное блюдо начинается у меня каждое утро с завтрака. Ну, все, мы идем сейчас делать икруазурь. Пошли? Да. Побежали-побежали. Побежали-побежали. Рунтик, бежим со мной или кто там за кем бегал. Ну, давай, пейли. Я бы ты, Рунтик, называлась, все новые месяцы. Нет, это первое полярное задание в уральских пельмелях. Ага, твое первое какое-то там садание. Все, Сележечка, давай, мне пока чуть-чуть нужна твоя помощь. Ну, да. А что мы будем лепить? Так, мы будем глазурь делать. Нам нужно добавить сюда, на очень, скажем, медленном огонечке, да? Ну, примерно 3-4 столовых ложки молока. Дай мне, пожалуйста, сухую ложку. Хорошо устанавливать. Так, 4 столовых ложечки сахара нужно. Зай, кстати, я тебе огромное назначала по этому самому. По маслу. Ты мне так и не сделал 50 грамм. Сейчас сделаю. А ты знаешь, что мне даже не 50, а 60. Так, сахар и какао. Тоже 3-4 ложки. Но, опять же, вы смотрите, сколько вам грозури надо. Может, кому-то больше надо. Такое большое тут. Зай, мне нужно масло, потому что оно сейчас все начнет таять. И мне нужно. Так, я сейчас буду смотреть, как его отрезаешь. Зай, я не люблю все сами возить. Так, не возить, я тебе включу и все. Ты просто резани кусок. Вот. Вот грамм. Нужно 9 грамм. Нужно 10. Подожди, подожди, не ложи. Давай я собью, что-то тут непонятное. А чего это? Кот, вот давай тебе весы, то еще и весы. Вот, 0 граммов. Наливай. Блин, масло так подтаяло плохо. Ну, это хорошо. Добавка. Еще. А ну, хватит. Себе? Помнишь, как в шурике. О, класс. Как это? Операция? Эй. Билет. Еще. Себе. Как они называются? Наваждение. Ну, и все, и варим. Когда это все закипит, можно чуть-чуть. Ну, она достаточно густая. Да, она сейчас масло еще растает. Все будет в порядке. Ну, я говорю, что она густая, она на маленьком, но очень огне сколько она стоит. Может очень быстро сгореть. Ну, конечно, на маленьком, но на большом огне. Ну, я, наверное, в камеру очень сильно этот звук такой не приятный. Это звук готовящихся. Покажи моих любимых белочек. Это не белочки, это бурундочки. Это белочка, Сережа. Это бурундочки 2. Зайна, посмотрите, у них хвостики. Сережа, это белочка. Поверну их бочком. Это белочка. Это белочка. Белочка другая совсем. Зайка, это белочка. Ну, хорошо. Они из камня. Вот. Они очень красивые. Я их очень люблю, мне их Сережа подарят. Они пришли к нам из 99 центов? Они пришли к нам из Гудвилл. Восхотый. Ну, из Гудвилл. И сколько на них цена у меня на стойке? Я специально не снимаю сцены. 2,99. Как это, говорю, они такие красивые пары, как и вы пары. Конечно, смотрите, в России пельмены там все фишки там хранят. А это варить надо или долго? Не-не, это нужно немножко, чтобы оно подкипило. Ну, совсем чуть-чуть, недолго. И потом тоже дать немножко остыть и заливать уже наш пирожок. А девочку я тоже люблю. А то я читаю про девочек. Сказала про девочек. Ну, увидимся в следующем видео. Начинаем. Ну, она уже остыла. Немножко стала более такая густая. Как бы нам надо свет включить. О! Ну, короче, получился жидкий шоколад. Зай, может немножко сдвинуть его там, где трещина совсем большая. Ну, сейчас мы другую сторону сделаем. За счет сливочного масла он будет такой, очень блестящий, короче. Очень нарядный. Блин, трещину при татерском облике. Ну, так я говорю, надо эти развалины стяжкой ставить какой-то попробовать. Вот. Ну, видишь, Зай, не стянется. Да ничего страшного, а сейчас зальем туда цементиком. Кстати, у меня никогда не получается почему-то белый калазуре. Я не знаю почему. Ну, что у тебя нет белого какао? Нет, ну мы как-то... Помнишь, Зай, когда мы с детьми делали тебе торт, и дети его украшали медвежатыми, этими гаммеберчиками. Она получилась такая у меня какая-то полупрозрачная, не очень нарядная. Твоя калазурь шоколадная. Вот эту сторону надо все перейти. У меня с калазурью есть такая история классная, связная. В общем, я, как любой нормальный подросток, ездила к бабушке в деревню, ну, летом на цикотейку ходила. Но это было не лет, это была весна, а была паста. И одного нашего друга, бабушка, наготовила булок, заливали красурь. Мы пришли ночью после дискотеки и обожали всю эту красурь с булоком. Еще очень долго мы не здоровались с бабушкой. Точнее, мы просто гнали блюн в противоположную сторону от ее дома. Как ты? Хочешь повязать? Да. Не на камеру. Блин, ну видишь, он развалился и некрасиво получилось. Ничего страшного, а сейчас орехами все, сейчас нужно орехи. Немножко размят. Так, чтобы я его не беру. Я уже размал пока. Я уже размал. Не очень. Зай, ты не хочешь помочь мне присыпать? Потому что у меня сейчас опять будет в одном месте мотик протокол. Сыпь, не бойся. Орехов много. Я могу пока помочь их съесть. Блин, ну вот я немножко огорчена, что он развалил. Ну вот положи туда орешки и все. И все. Где он развалился? Блин, котик, да везде, скажу я тебе честно. Отлично. Орехов побольше. Давай еще пеканов. Я хочу еще пеканов. Зай, ты уже много. Будет некрасиво. Некрасиво. Да красиво. Я тебе пеканов положу один. Нет. Я хочу, чтобы они вторички были. Эти давай отдаем. Зай, ну будет лишним. Нет. Да. Да нет. По желанию, так сказать, не буду. Какие-то орешки из меня не нашли. Поджаренные. Да, у меня пекан остался. Я его сложила в баночку. Нет, не стараюсь. И все же в смеси с этим. Мы отберем. Хватит столько пекан будет. А, ну еще парочку. Зай, ну оно уже нормально ореховое будет. Да. Надо же взять. Это же ореховый торт. Просто у меня что-то пекан кажется вкуснее даже больше. Тебе больше нравится, чем у грецких орехов? Пошли, я не думаю. Мне кажется, что это уже будет перебор. Может, мы тебе просто орехов мало уже улядем? А мне кажется, надо было орехов еще между коржами положить. Давай, этот съем. Ну, хорошо. Сразу видишь, заиграла. Кот. Ну, не снова. Мы любители. В общем, я уверена на 150 процентов, что дети любят. А я им буду выбирать без орехов. Ну, как будто они от детей праздники. Ну, да. Пускай приходят в следующий раз. Ну, хорошо, хорошо. А крошку отмениться не надо. Все. Да. И все? Да. Ну, а что ты еще хотел? Тор готов? Тор готов. Ну, вот так вот, быстренько, за... Два с половиной часа. Ну, в это время я успела сделать домашку по чару твою. И сварить макароны на завтрак. На завтрак. Да, которую забыла. И еще и даже мы успели по 50 грамм. Ой, ну, мог бы и не решить. Не, ну, мы просто проверили продукт на пропитку. Правильно выбрали или... Ну, чтобы ошибки не было. Ну, правильно? Да. Мы же не дабы напиться, а дабы не противостоять. Да, не дабы напиться, а дабы не отвыкнуть. Дабы не что? Не отвыкнуть. Ну-то у нас так вообще. Ну, что? Ну, вот такой торт у нас получился. Я немножко огорчена, что верхний курс в салмарсе, потому что он из-за этого выглядит не аккуратно. Вадимается, отваливается, отваливается. Орех ползет. Как это? Ну, это, как я. Вот, от этого выглядит немножко не аккуратно. Ничего страшного. Зато от души, котенька. Да, и мне очень нравится. Ну, вот, смотрите, вот. Ну, вот. Ну, где? Ну, что? А еще поставим на него свечечки. Будет нарядненько. Да. Так что всем хорошего дня. Хорошего настроения. И вечера. Просто хорошего настроения. Да. Делайте вкусные торты. Кошите. А после них на пробежку. Ну, в общем, это была очередная серия кулинарного влога. Сегодня мы испекли очень вкусный торт. И я говорю, мы испекли, как будто я его пек. Кот, ну, без тебя, без своей поддержки я бы не справилась. Ну, конечно. В общем, большое тебе спасибо. Но это должен был бы быть сюрпризный какой-то. Я пока как бы-то не знаю. Ну, да. Как бы-то не видел. В общем, следите за нашими влогами. И когда будут каникулы, мы будем больше готовить. А сейчас просто надо. Да все время ночью. Да. Как Саша говорит, я уже устал туда ходить. У нас как-то Сашуля утром после каникулы проснулся. И пока мы шли со второго этажа на первый, он начинает... Ну, я вижу, что без настроения. Я как-то пытаюсь с ним заговорить. И он начинает плакать. Я говорю, Сашуль, что случилось, зайчик? Он такой говорит, ну вот, что-то про школу. Опять это школа. Или я в школе устал. Я говорю, зайка говорит, ты же еще туда не ходил. Ну, я уже, говорит, устала туда собираться. Так что я тоже туда устала собираться. Туда куда? В школу. Ну, в колледж. Давай студент. Ну что, все? Да. Всем пока-пока. Увидимся в новой влоге. Всем хорошее настроение. Пока-пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok